Приветствую вас на канале Сокровища Черногории. Сегодня я стою на территории Черногории и смотрю на Боснию, в сторону Щепанполя и на реку Дрина, которая образована слиянием реки Тара и реки Пива. Здесь находятся развалины древнего города Сокоград, город Сокола, крепости Стефана Вукчича Косача и заодно посетим остатки древнего кладбища или так называемые стечки. Попасть сюда можно либо со стороны национального парка Дурмитор проехать от поселка Тырса, либо со стороны Боснии, либо со стороны Платины Мратини с дороги подняться сюда к монастырю Заградди, монастырю 15 века, который построил этот князь как свою церковь и монастырь-задушевницу. И поднявшись еще чуть выше этого монастыря 15 века, посетить в хорошую погоду остатки этого города-крепости и заодно посмотреть на стечки. Стечки относятся также ЮНЕСКО к культурному историческому наследию человечества и на территории Черногории их только три места таких. Вот остатки стены, дальше к сожалению я пройти не смог, начался дождь, перед этим тоже шел дождь, дорога очень скользкая и не рискнул по этим камням, кускам глины, идти дальше до развалин стен, поэтому в этот раз мне не получилось заснять. И также вот тут как эти стены выглядели и мы пройдемся к стечкам. Это коротенькое видео, я просто для того разместил, чтобы люди знали, что есть, что посмотреть. В той части еще Дурмитора, в той части, когда они едут, к примеру, на Рафтинщепанполе на своем личном автомобиле, вот эти стечки надгробия монументальные. Указатели там есть, вот, то есть есть такое еще интересное место, куда можно заехать недалеко от плотины Мратиния, Щепанполе, границы Боснии. Координаты я под этим видео размещу, конечно же. И, в принципе, если у вас есть хотя бы там час свободного времени, очень рекомендую сюда заехать, посетить монастырь и гробницы, и, возможно, по хорошей погоде пройтись к стенам древнего города и оттуда тоже полюбоваться на место слияния двух рек и образование третьей. Ну что ж, на этом у меня все. Будьте здоровы и до встречи в Черногории и на моем YouTube-канале. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok